Добрый день! Я рад приветствовать вас на своем канале. И в сегодняшнем видео я хочу поговорить о возможности трудоустройства за рубежом. Не секрет, что у нас в Украине сейчас экономические условия оставляют желать лучшего. И поэтому очень многие наши граждане пытаются устроиться за рубежом, выехать и найти работу там. Я не буду брать очень дальние зарубежья, там Соединенные Штаты Америки, Канада, куда уезжают не только работать, но и на постоянное место жительства. Возьму два самых популярных направления. Это Польша и в недавнем прошлом Россия. Почему в недавнем прошлом? Потому что сейчас там ухудшаются условия оформления, возможности заработка. И об этом мы сейчас поговорим. Сравним эти два направления. Куда лучше ехать для того, чтобы больше заработать, чтобы гарантированно нормально вам выплатили зарплату. Польша или Россия. Итак, давайте сравним. Я возьму несколько таких основных критериев, которые важны для каждого человека. Это простота оформления, законность оформления, то есть чтобы это было обязательно легально. Уровень заработков, социальные гарантии, возможность получения пенсии. То есть если человек работает длительное время, будет ли оформлена пенсия по его трудовому стажу. Далее условия жизни, безопасность, уровень криминогенной обстановки, условия проживания, возможность иммиграции. И самое главное, что дает эта иммиграция. И еще такой пункт отношения местного населения и отношения к нам в этих странах. То есть как работодатель, допустим, реагирует на украинца и местного жителя этой страны. То есть не дает ли он каких-то привилегий местным жителям. Вот по этим пунктам мы сейчас быстренько и пройдемся. Итак, начнем. Польша. Оформление. Сейчас оформление в принципе довольно простое. Если человек несудимый, он оформляет загранпаспорт, лучше биометрический. Находит работодателя в Польше. Сейчас этим занимается очень много фирм. Они делают приглашения или же человек сам находит работодателя, берет у него приглашение. Первый раз, когда почти два года назад я ехал в Польшу, я сам нашел приглашение. Это были какие-то работы, я даже не помню с чем они связаны. Важно, что было приглашение, по которому мне оформили визу. Виза это рабочая. Изначально она дается на полгода. Там берется консульский сбор. На тот момент он был порядка 450 гривен. Там все зависит от курса доллара. В среднем от 450 до 500 гривен. Консульский сбор, сама виза бесплатная. И сейчас очень удобно. Раньше нужно было стоять в очередях, подключать какие-то посреднические фирмы, чтобы записали вас раньше на очередь. Сейчас вам прямо при оплате этого сбора в банке, вам выбивается такой талончик, где указана дата и время, когда вам нужно явиться в консульство. Причем вам дают выбрать три варианта. Вы выбираете, который вам наиболее подходит. То есть с этим проблем нет. Человек получает визу и едет работать. Там на месте он может устроиться по этому приглашению, если вас устраивают условия работы. Или же, как делают многие, немножко освоившись, находят что-то другое для работы. Причем оформление в Польше легальное. Возьмем, как дело обстоит в России. Сейчас отношения между нашими странами ухудшились. Ну, то есть мы не берем здесь какие-то политические аспекты. Рассматриваем только экономику. Факт есть. Ухудшились. Раньше было проще устроиться. Очень многие наши граждане там работали. Сейчас, в принципе, многие и остались. Но условия ухудшились. Это я заключаю по общению с моими товарищами, знакомыми, которые работают там, которые работали, сейчас уехали. То есть сейчас нужно платить, если официально, нужно платить 12 тысяч рублей. Это стоит оформление патента на работу. Причем побегать по очень многим инстанциям, постоять в очередях, как говорил мой товарищ. И потом далее вы еще платите каждый месяц 4 тысячи рублей. После вы поработали, через какое-то время вам обязательно нужно выехать из страны и снова въехать, чтобы иметь возможность работать далее. Причем этот стаж, что вы работаете, вам в стаж пенсионный российский не идет. То есть вы не можете, поработав там длительное время, оформить российскую пенсию. Теперь рассмотрим, как это происходит в Польше. В Польше, как я сказал, вы уже оформляетесь официально, и то есть вам идет стаж. И в дальнейшем, если вы проработаете определенный период времени, который указан в законодательстве Польши, то есть вам выплачивается польская пенсия, вы можете ее там заработать. И причем эта пенсия, она будет с вами, куда бы вы ни уехали. Такие положения по всему Евросоюзу. Вы заработали пенсию, можете переехать в другую страну и спокойно получать ее там. В России этого нет. Если вы заработали пенсию в России, вы можете ее получать только лишь, если вы находитесь на территории РФ. Следующий момент. Уровень зарплат. В Польше, это я могу говорить из своего опыта, я там был неоднократно и впредь, буду бывать, сейчас езжу несколько раз в год, общаюсь с разными людьми. И в Польше уровень зарплат сейчас для нашего человека, если это неквалифицированный труд, порядка двух-двух с половиной тысяч злотых в месяц. Злотый где-то один к семи гривне. Вот и считайте. В России сейчас, в связи с ухудшением экономической ситуации, зарплаты сильно упали, даже для россиян. В Москве и в Питере они еще на каком-то уровне. Если на периферии, то становится работать невыгодно, потому что еще нужно оплачивать квартиру, еще нужно на что-то жить. И кроме того, большинство наших граждан, которых вот я знаю, работают в России нелегально. И еще существует риск, что их могут обмануть при выплате зарплаты, что часто и бывает. В Польше, я как уже говорил, люди, 99% работают легально, и поэтому зарплата выплачивается. Были случаи, что наших пытались обманывать. И я знаю, некоторые, кто обращались в Ужонт, это местный орган управления, то они выигрывали дела и им возвращали деньги, потому что законы в Польше действуют, как во всем Евросоюзе. Вот еще такой пример, это не по поводу зарплаты. На блоге рассказывали «Жизнь в Кракове», есть такой блог, и там люди учились в полициальной школе. Это дает возможность получить карту по быту. И после этого директриса, их сразу приняли, директриса начала их принуждать к тому, чтобы они проходили курсы языка, ну платные. Она говорила, что вы плохо знаете польский, вот нужно пройти курсы, и обязательно те, которыми руководила ее дочь. Люди пошли в Ужонт, и эта ситуация разрешилась в пользу украинцев. То есть, видите, поляки, для них закон очень много значит, и в большинстве случаев он, в принципе, применяется правильно, независимо от того, кого касается, то есть поляка или украинца. Далее, как относятся к нашим людям? Ну вот могу сказать, что очень многие из моих знакомых работают в Польше, и они говорят, что если ты хороший специалист, то тебя возьмут независимо от того, претендует на это место гражданин Польши или нет. И в принципе, это правильно. Вот мой товарищ уехал относительно недавно, он работал почти 4 года в России, где-то под Москвой, на заводе. Потом там изменились условия, их уволили, он приехал сюда, покрутился и поехал в Польшу. Сейчас вот прошло буквально несколько месяцев, даже меньше двух месяцев, он устроился в фирму, он водитель, я так понимаю, дальнобойщик, и сейчас вот я общаюсь с его родственниками, он то в Голландии, то их перевели в Бельгию, сейчас в Чехии, то есть фирма зарегистрирована в Польше, а он ездит по разным странам, выполняет определенную работу. Зарплатой доволен и самое главное, с ним подписали договор, он оформил карту побыта, это вид на жительство, на 2 года. То есть человек может ее в дальнейшем продлевать и после 10 лет, по-моему, может претендовать на гражданство Польши. То есть у человека открываются более широкие возможности. Все легально, все законно, плюс полный соцпакет. Очень часто было такое, что люди попадали в больницу в Польше, по страховке им оказывали весь перечень услуг. Ну это кроме, может быть, касается стоматологических услуг, они везде идут отдельно. В России же, как я говорил ранее, большинство людей работает нелегально, поэтому если что-то случается, человек должен решать эти проблемы на свой страх и риск. И очень много моих знакомых говорили, что там что-то случилось, им пришлось возвращаться в Украину и долечиваться здесь. Далее, следующий момент, это уровень криминогенной обстановки. Я по своему опыту могу сказать, что в Польше он в разы ниже, чем у нас на Украине или же в РФ. Там люди нормально себя чувствуют, там работает полиция, там с этим все нормально. Я вот даже познакомился в Варшаве с одним человеком, он из Москвы, парень до 30 лет, на курсах познакомились. Я спросил, а почему ты приехал, ведь в Москве можно заработать, это город отличается от общероссийской обстановки, там экономический уровень. У него там квартира, он москвич, говорит, вот мне нравится в Варшаве вот эта вот расслабленность, безопасность. Я хожу и до сих пор не могу привыкнуть, что вот никто на тебя не нападает, вокруг нет агрессии, все спокойно, нет никаких терактов. То есть в Москве его это очень сильно напрягало, поэтому на данный момент он возвращаться не хочет. Следующий момент, возможность получения гражданства. В России тоже можно получить гражданство, там есть определенные бюрократические зацепки, но гражданство получить можно. Другой вопрос, что это дает? Вот если человек поработал, как я сказал уже, продлевал карту по быту, потом получил гражданство, его дети будут гарантированно учиться в нормальной стране, будут получать европейские дипломы, могут ездить по всему миру, работать по всему миру. У нас есть, я об этом далее планирую снять видео, доктора, которые работают в Польше. Некоторые на выходные летают с помощью лоукостов, там недорого, летают на дежурство в Англию, получая за это совсем другие деньги. То же самое, очень многие поляки получили возможность ездить, когда получили возможность ездить по всему Евросоюзу, устраиваться на работу. Очень многие переехали в другие страны, закончили вузы и у себя в стране, и за рубежом, которые дают им намного большие возможности. Какие возможности дает гражданство России, мне трудно судить, но я думаю, что не очень высокие перспективы. В плане получения образования, в плане трудоустройства по всему миру и как исполнение своих желаний. На мой взгляд, Польша в этом плане более перспективна. Кроме того, в Польше в последнее время вышел закон, в начале года, о том, что украинцам не имеют права платить меньше, чем полякам. И он соблюдается. Теперь наши зарплаты равны специалистам из Польши. Вот такой небольшой обзор. На мой взгляд, на данный момент, если куда-то ехать, людям трудоустраиваться, то более перспективней во всех планах это Польша. Если у вас сложилось другое мнение, пожалуйста, пишите в комментариях. Будем это обсуждать. Я думаю, многим это будет интересно. Сейчас, если понравилось видео, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. Будем путешествовать, будем трудоустраиваться. И будем здоровы и физически, и финансово. Всего доброго! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!